даже. Не-не-не, никто не матерился. Ну, я благодарю вас. И главное, не раздеты, с вами можно разговаривать. Мы сами боговерующие. Вот как. А мы, православные христиане, проповедники, пришли людям возвестить радостную весть, что спаситель мира Иисус Христос умер за наши грехи. Дарует прощение, чтобы мы жили свято. Прямо говорится, будьте святы, как я свят. Мы всех спрашиваем, у вас такая книга есть? У нас есть. Это Библия, наверное, да? Конечно. Полная, 77 книг. Синодальный перевод. Да. Вот если у вас будет... Новый завет даже есть. Докатание вместе, новый и ветхий. Библия-то два завета, ветхий и новый. У нас большие ресурсы, мы можем вам сказать, если пожелаете. Скажите, что праздник это... Казанская я была вчера в церкви. Да. А чем она отличается от других икон? Пошла Казанская. Когда приносили, когда в битвах помогало, там то другое. Это же история об этом говорит. Главное, это то, что на суде Божьем будет спрошено. Не про иконы, а по слову Божьей. У вас такая книга есть дома? Библия. Нет, нету. У меня есть. А раз ее нету, значит, вы не знаете самого главного, для чего человек родился, как живет. У меня есть. Покажите. Кто там говорит-то? Покажитесь. Давай сюда. Здравствуйте. Добрый день. Так, ну покажите, где у вас Библия-то? Она у бабушки дома. Что интересно, примерно 150 человек ответили, есть, и у всех Библия у бабушки. Значит, а если она у бабушки, то вы ее не считаете. А не считает, ты не знаешь закон, Златоуст говорит. А не зная закона, ты нарушаешь. А нарушает, ты погибаешь. И все от того, что не считаешь. Что бабушка спасается, а ты не знаешь. Это я знаю 10 исповедей. Вы знаете, самая радостная весть какая в мире? Рождение детей. Самое главное, рождение Сына Божия, Иисуса Христа. А рождение детей может быть самое несчастное. Это же... Так, подождите, мы не разговариваем с курящими. Тем более с женщинами. Выбросьте ее отраву, пока. Да я не могу. Ну положите ее, я вам кое-что расскажу. Самая радостная весть та, что за наши грехи умер спаситель Иисус Христос и всех зовет к покаянию. Верующие в Сына Божия имеют жизнь вечную. А не верующие... Подожди, подожди. А не верующие не увидят жизнь, но гнев Божий пребывает на нем. Я сказал, вы не глотайте дым-то, пока разговариваем. Простите, пожалуйста. А вот зачем мы сюда пришли? То, что вот здесь щад рулетка, это Содом и Гаморра. Табак... А зачем тут сидите, людей лечите? Здесь всякая мерзость. Да, я атеист. Вот даже вот сейчас я вас уже... Я травку люблю курить. Это разве грех? Это же матушка природа дала сама. Природа дала не для этого. Она для того, чтобы его мелко измельчить, посыпает паршу овец. А вы внутрь глотаете. Внутрь измельчить я тоже могу. 12 лет жизни обрезает эта травка. И 10 лет будете харкать туберкулезом. Вам это надо? А травка-то ведь лечит. Есть белина. Это же специальная диета. Да. Ну, травка белина есть. Вы белину будете? Так, вы не хотите разговаривать. Под трогой. Вот, заметьте, я 4 раза прошу только бросить. Вы уже раб. Написано, делающий грех, есть раб греха. Просьба о том, чтобы в данный момент не курить. Ну, вы где-то, допустим, учитесь. Хорошо. А что тогда делать? Чем заняться? Ну, гадость она должна быть. Ничем. Только блудом. Да, на сегодня поздно мы все умрем. Правильно. Заниматься нечем. Нечем. Только блудом. Надо только песни, чтобы тебя запомнили, наверное. Только блудом. Больше нечем заниматься. Я думаю, тебе надо покурить, чтобы ты веселее стал, блядь. Вот, заметьте, здесь 50% примерно мужиков голые валяются. Процентов 85 мусульмане. А я ему говорю. Я предложение окончил. Какой симпатичный мужчина там на заднем платье с бородой. А можно его в камере пригласить? Ну, вот послушайте, я говорю. Мы теперь родим с ним. Вы не можете молчать? Вы что, обкурились? Ну, послушайте, что я вам говорю. А как вы? Они трещат, как сороки, ничего не скажешь. Отключай их. А что такое проституция в стране? А это то, которое за деньги отдает свое тело, которое является храмом Божьим. И они расцлевают ее. Слава Иисусу Христу! Аминь. Нас интересует, есть ли у вас в доме такая книга? Такой нету. Это откровение Божие. Самая радостная вещь, что за наши грехи Спаситель Христос умер и воскрес. И всех зовет к покаянию. Чтобы жили по заповедям Божьим. Кто будет веровать, крестится, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Евангелист Марш, 16 глава. Мы ездили в миссионерской поездке. В миссионерской поездке ездили. Прошли от Владивостока, живем в Барнауле, до Лиссабона. А в Азербайджане мы были в доме Мулы. Мула. Это вы сами знаете. Это, пожалуй, вам более известная книга. Конечно. Вот так. И мы там ночевали, беседовали на тему. Избрали послание апостола Павла Крильмова, 6 глава, 23 стих. Возмездие за грех смерть. Все согласились. И Мула согласился. И все мусульмане согласились. Да. Я говорю, вот представьте, человек попался. Он творил беззаконие, там убивал, насиловал и попался. Что будет? Смерть. Смерть, но утром казнят. Но ему стали говорить о Боге. Последняя ночь. Может он спастись? Ну, если творить добрые дела. Ну, какие дела утром ему голову отрежут? Нету. А Христос распятый два разбойника с той и с другой стороны. И один говорит, мы достойно по делам получили. А он невиновен. Помяни меня, Господи, в царстве Твоем. Иисус отвечает, сегодня же будешь со мной в раю. Почему? За наши грехи он умер. Мою вину, мой долг он взял на себя. И он кровью омыл наши грехи. Вот это разница. Ну, и, мол, все соглашаются, что это очень возвышенно. Я говорю, а почему вторая половина предложения говорится? А возмездие за грех смерть, а дальше? А дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе, даром. Уверуй, и ты получишь спасение. Спаситель мира Христос умер за грехи людей и всех зовет к покаянию. Ради его голгофской жертвы. Он ответил за нас. За все грехи мира. Чтобы мы веровали в него и жили по заповедям его. Чтобы после смерти душа шла в рай, а не в ад. Не в Геену Огненную. О! Ну, это хорошо. Теперь надо только приложить силы, чтобы жить соответственно тому, кто изображен на этом кресте. Ну, это вы сильного. Жить как тот, кто на кресте, это очень, извините. Да. Это радостно. Дает уверенность. Он не пасил. Да. Ладно. Он не на тот высоте, дедушка, зашли. Мы вот показываем, говорим, такая книга в дому есть у вас? Это ответ на все вопросы. Это благословение и радость во Христе. У нас большие ресурсы, мы можем поделиться с вами. У нас большой канал. Называется «Во свете Библии». Как? «Во свете Библии». Написать канал. А потом «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Это я. Ладно, понял. Я пошел. У нас 17 300 роликов там. Мы деревню православную строим, где нельзя пить, курить, материться, воровать, лгать. Деревня. Получили статус. Не заставляют пить, курить, обманывать. Да, чтобы не лгали. Вот если у вас будет желание больше узнать, вы можете по скайпу меня зарядить. По скайпу Игнатий Лапкин. Я один с этой фамилией. Как? Игнатий Лапкин. Ладно. Вам будет очень интересно. Дело в том, что у нас богатейшие материалы. На какую тему? На какую тему? На тема там 55 папок у меня. Я студентам отвечаю на 4124 вопроса. Политика, экономика, семья, работа, будущая жизнь, рай, ад, литература. А вы где преподаете? Я нахожусь в городе Барнауль, Алтайский край. Мне 81-й год. Где не преподаете? Ну, где? Я раньше вел занятия. Слово Божие, агеография, мировое искусство, литература. В пяти университетах одновременно вел занятия. Три радиопрограммы регулярно, каждую неделю. 13 школ. А у вас ученая степень какая-то? Как? У вас ученая степень какая-то? Православная церковь? Какая секта? Нет, я говорю, у вас какая-то ученая степень? Вы ученый? Степень, а, степень, я не понял. Ну, какая? Там эти... Ну, новые русские собрались, пришли к ректору нашего университета. И почему-то меня выбрали, чтобы я им преподавал их уровень поднять. Ну, я провел несколько часов-то, а он мне, ректор-то и говорит, Владимир Васильевич Всегнеев, чтобы я пошел деньги получил, а я-то везде преподаю бесплатно. Я говорю, так я разве за деньги это делаю-то? Я же это делаю по внутреннему чувству. Нет, пойдите получить. Я пошел, там такая сумма. Я говорю, а по какой выставке-то меня? Как какой? По профессору? Да я говорю, у меня какая профессор-то? У меня нет ничего. Нет, они оценили очень высоко. Да и, кажется, Нобелевскую премию дали, я говорю. Вы счет, в самом деле? А другого узнал редактор в газете, и у них же работает и мало. Почему? Да у меня только, говорит, кандидатская степень. Я говорю, так у меня вообще образования нету. Гуманитарного никакого. А больше какое образование? Ну, у меня я был до армии строитель, а когда обратился, техник-строитель. А после армии 23 года было мне. Я сознательно по Евангелию покаялся. Вот тут у меня началась учеба. Мне Господь все это давал. А вот не скажете, если у меня фиктивный брак был, да? То это как бы тоже грех, да? Что было? Фиктивный брак, а потом развод. Фиктивный он, блуд и все. Это фиктивный брак. Это два блудника сошлись и... Нет, нет. Брак. Бракосочетание фиктивное. Ну, то есть, а с какой целью? Друг друга не знали просто для чего-то? Чтобы прописали кого-то или что? Да, 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 да. Ну, а его и не было. Вы же не венчались. А гражданский брак, он... Церковь его не признает даже. Не, вот смотрите, а если вот не венчаться и в гражданском браке пожить, а потом разойтись, это грех? Если по согласию вы, по согласию, и оба в монастырь пойдете или куда, но только ни один жениться до смерти супруга уже не может. Если повенчались, она одна, все. Иначе ты прелюбодееваешь? Не, не если повенчались. А если венчания не было, а был гражданский брак. А потом расстались. Да нет. Ну, два блудника жили. Если не венчаны, то церковь тебя, если ты по-новому решишь жениться, ну, настоящий, уверовал после этого, ну, как блудник на тебя эти пяти имья. А если не крещеный был, примешь крещение, все смывается. Не крещеный уже был. Время крещеный. Уже был крещеный? Ну, если крещеный, гражданский брак, 7 лет тебя надо возле дверей держать, не имеешь права причащаться. На 7 лет отлучается, и пяти имья. Правило Василия Великого. Ого. Ну, вот женщина сделала, женщина аборт сделала, она отлучается на 10 лет, только плакать должна, 10 лет. А она 10 абортов сделала. Понял. 7 лет и что надо, грехи замоливать мне 7 лет после. Надо пойти в храм, в храм пойти, к священнику все рассказать. Я говорю в общих чертах, вот так как говорю, так и есть. А какие-то, может, там еще что-то, ну, не знаю. Ну, понял. Это каноны, каноны. Таких канонов в церкви 719. Из них сегодня целенаправленно в церкви попирается ногами, не выполняется. 413. 57% всех канонов, правил, параграфов топчется под ногами. А вот скажите, пожалуйста, вот то, что у нашего главного, у нас батюшка, как он? Патриарх Кирилл? Ой. Патриарх Кирилл, а вот то, что у него яхта, это... Что вас замкнуло на этой яхте-то? У меня велосипед ржавый, я не заведую никогда. А что это? У него миллиарды, миллиарды у него. У него яхта большая, и у него, это, запрещено по телевизору обсуждать его яхту. Не надо обсуждать, не надо. Он ответит за себя, я за себя. У меня... Нет, это хорошо или плохо, как вы считаете? Я не знаю, не могу судить. Кто я такой-то? Я должен за него молиться только. Я молюсь за него каждый день. Господи, сохрани его, вразуми, что не для денег человек живет. Господь сказал, не можете служить Богу и мамоне. Мамон это богатство. Вот у меня пенсия, у меня пенсия сегодня за 35 лет трудового стажа по трудовой. 8 тысяч 141 рубль 33 копейки. А почему? Потому что я уверовал, когда мне не давали работать нигде. Только во вневедомственной охране. И того района, где я живу. Сейчас, минуточку, подождите. Подождите. Да я пойду так. До свидания. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы позвонили мне, умирают. Я слушаю вас. Какие вопросы будут? Я православный проповедник. Игнатий Тихонович Лапкин. Город Барново-Латайский край. Мне 81-й год. Говорите. Город Барново-Латайский край. 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 Российской Федерации. Я служил в ракетных войсках и в подводном флоте. Так что мне это известно очень хорошо. Ну и связь. Да. Вы только не допускайте дедовщины. Сохраняйте дисциплину. Будьте справедливыми. Я вот вам вопрос один задам. Мы говорим о Христе. Вот минутку, не уходите только. Что Христос умер за наши грехи и зовет к покаянию. В этом начинается новая жизнь во Христе. Скажите, увольнительную срочную службу какой срок можно получить? Увольнение? Да, на сколько? На один, на два. Увольнение сходить чтобы? Да, на сколько опускать могут его? И знаю, что за ним ни одного замещания нету. Ну, нормально служит. Сутки. Сутки? Сутки. Увольнительное. А вот теперь вам задачу. У меня была увольнительная с 1 января до 31 декабря. Какая у меня была служба? Какую должность я занимал? Срочная служба. Я не военный. Хотя у меня было уже среднее образование. Какая? Два года, когда служили. На год, на год. На год в увольнительную. Я уезжаю с воинской части и в любой конец еду. А у меня документ, что я отпущенный. Увольнительный на год. Какая же у меня должность была? Я генералу задаю, но еще он даже не знает, говорит, такой должности. Я служил в 61-м году. Мне 81-й год. Ну, ну-ка давайте так прокрутите все. Вам будет интересно другим сказать, что изменилось в воинских рядах. Да, у боевок много. Не знаете, да? Нет. У меня было строительное образование, строительный техникум. И до армии я работал прорабом в органах МВД. Отец без руки вот так с войны. Руки нету. Вся семья пролетарская. Меня проверили до бабушки, прабабушки. То есть доверие абсолютно должно быть. И минуя все, присвоили мне сержанта на должность старшины и должность техник, смотритель, воинских зданий, ракетных войск Дальнего Востока. Я должен был осматривать жилища офицеров и сказать, годно жилье нет, чтобы получить им квартиры. Вот такая у меня была должность. Интересно? Так, товарищ. А? Что-то заклинило.